всем привет очередной не дюкановский рецепт быстрые и вкусные для тех кто знаете любит вот так вот к чаю кофе похрустеть чем-нибудь вкусненьким рецепт этот очень очень давний когда-то я не знаю лет может быть 15 а то и 20 назад рубальская в какой-то передаче так вкусно рассказывал про этот рецепт что она на даче гости и каждый спускается и она ему горяченькие так называемые быстрые хачапури но на хачапури это громко сказано но вот такой вкусный пирожок с сыром если у вас есть какой-нибудь кусок сыра брынза мягкий сыр твердый сыр любой сыр пиво остатки пива даже если там допустим бывает там осталась бутылочка в бутылочке 50 грамм пива будет вполне достаточно соль мука все сыр нужно потереть на терке делаем тесто значит для этого нужно открыть пиво сейчас я попробую вот я приготовлю буквально на два пирожочка вот здесь 50 грамм берем 50 грамм пива и добавляем муку так одна ложка две ложки пока вот так добавляем соль соль в тесто обязательно и начинаем замешивать тесто должно быть чуть мягче чем вот вы делаете на пельмени на манты на лапшу если переборщили с мукой добавьте немного пива или вы можете добавить буквально там чайную ложку растительного масла и собрать тесто у меня в принципе тесто готово я сейчас его вымешу и она готова все вот видите она еще прилипает к рукам поэтому я добавлю еще ну вот еще не полную ложку да не полную ложку и вымешиваем вы можете использовать большое тесто это семья большая я сделаю вот буквально надо на два человека и вот это такая вот порция 50 грамм пива это вот если ну понравится то ну попробуйте я думаю что понравится все сейчас замешаю тесто и покажу что дальше ну в общем тесто у меня слегка отдохнул где-то минут 15 мы ходили к тебе кормить кошку котят прошлогодних маленькие еще этого года маленькие если кто не видел у нас в инстаграме есть такое небольшое видео совсем крошечные котята так теперь нам нужно натереть сыр сыр напомню любой вы можете знаете даже сделать начинку творог зеленью можете сладкий творог сделать в общем фантазии вот совсем немножко грамм наверное 30 лучше вот больше всего мне нравится с брынзой сулугуни вот такого вида сыр теперь тесто нужно раскатать припыляем мукой тесто такое знаете слегка такой липкая оно не должно быть такой мягкая и в общем раскат вы можете знаете как вы можете сделать вот отдельными какими-то пирожочками вы можете лепешку какую-то сделать но все я покажу как мне удобно раскатываем достаточно тонко вот у нас есть недавно не совсем видео может быть кто-то пропустил вот сейчас период такой простуды пошли если у кого-то вот на самом деле вот у меня есть одно из там последних последних может быть видео рецепт от кашля это овес на молоке вот посмотрите обязательно попробуйте сделайте я болела в январе и мне этот средство очень помогло все вот вот такое тесто можете так еще вы немного руками чем тоньше тесто знаете будет вкуснее такой хрустик будет в общем как я люблю кто-то любит может быть пышное тесто делайте дрожжевое выкладываем сыр и вот так я его заверну распределить чтоб везде везде был сыр вот если он даже где-то там про и протечет где-то появится там в сковородку он выплавится будет очень вкусно дайте вилочку вилочкой проткнем чтобы весь воздух вышел и я еще раз прокатаю скалкой и вот вот на такие произвольные части разрежу вот так все готовым ставим сковородку идем выпекать сковородка раскалилась наливаем вот столовую может быть полторы столовую ложку масла определяем и выкладываем наши пирожочки на не пирожочки ну в общем буквально там по две минутки так смотрим вот до такого состояния они должны поджариться вот так и оставляем еще минутку вот смотрим вот уже в общем-то готов но я люблю что были такие зажатистые поэтому еще раз переверну все и выключаю сковородку и они доготовятся вот такие я их называю хачапури но это конечно же не хачапури вот такие пирожочки с сыром у меня получились вот вот такая вот вкуснота попробуйте я думаю что понравится вам вашим деткам можете с кофе с чаем намазать там вареньем сверху это на самом деле очень быстро просто сделайте и не пожалеете я всем желаю приятного аппетита всем здоровьем пока